Привет и слава Украине! Мы продолжаем наш диалог с Донбассом, я бы даже сказал диалог с украинским Донбассом, что полностью должно укладываться, как ни странно, в виденье Марии Владимировны Захаровой, Лаврова и Путина, которые требуют от нас этот прямой диалог. Мой гость сегодня Денис Казанский. Денис, привет! Привет! У Дениса все знают, у Дениса есть просто потрясающий YouTube-канал, который как раз посвящен тому, что происходит на оккупированной части востока Украины. Ссылочку я обязательно поставлю в описании. Подписывайтесь. Я так думаю, что ты, наверное, один из самых квалифицированных журналистов в нашей стране по этому вопросу. Первый вопрос я все-таки задам тебе такой. Вот сейчас на фоне вот этих вот орд российских оккупантов и потенциальных оккупантов, которых стягивают к границам Украины, в России, в эфирах различных пропагандистских каналов начали говорить о том, что если вы, нехорошие там дяди в Белом доме и сама Украина, не откажетесь от вступления в НАТО, тогда мы признаем так называемые республики. По твоему мнению, может ли Москва на этот шаг пойти? И самое главное, каким образом это может повлиять на людей, которые живут на оккупированной части нашей страны? Да, я думаю, что такая вероятность существует. Другое дело, что значит откажетесь или не откажетесь от вступления в НАТО. А что сейчас, собственно, происходит такого, чего не происходило в предыдущие годы? Ну, там, последние лет 8 точно, да. А если брать шире, то и последние, наверное, лет 20. С тех пор, как вообще Леонид Кучма провозгласил курс на сотрудничество с НАТО и сближение с НАТО и с Западом. И мы помним, что Янукович тоже, хотя считался пророссийским президентом, большую часть своей каденции проводил этот курс. И только в конце его резко изменил, за что, собственно, и поплатился. И, в принципе, с одной стороны, все мы понимаем, и не стоит сейчас вопрос о том, что Украина завтра вступит в НАТО. То есть, как бы, если рассматривать действия России как ответ на вступление Украины в НАТО, то этого вступления пока нет, поэтому, собственно, отвечать не на что. Но если Россия просто возьмет и завтра признает, скажем так, ЛДНР с мотивировкой, что якобы Украина хочет вступить в НАТО, так тогда вопрос и в 2015 году Украина хотела вступить в НАТО, и в 2014 году. Так, а чего тогда, чтобы так долго терпели? Ну, то есть, пока что мне видится, что это, скорее всего, просто блеф, поскольку не стоит вопрос о вступлении Украины в НАТО, то, соответственно, и торопиться с признанием ЛДНР России не будет, потому что для нее это инструмент, скажем так, давления, дестабилизации Украины. Если Россия сейчас их признает, это будет фактически означать, что Россия сорвала Минские соглашения, то есть потому что Украина из них не выходила, Украина из них формально, официально не отказывалась от них. И более того, опять же, как я много раз говорил, вообще Минские соглашения, они же прописаны очень абстрактно, их, в принципе, можно выполнять для Украины в том числе, просто в той интерпретации, как бы, мы, как в какой-то мы видим, да, и там написано, например, что должны быть созданы там отряды народной милиции, но нигде не сказано ни их численность, ни количество оружия, которое у них должно быть, ничего. То есть в наше видение, ну, пускай будет 500 человек народной милиции с газовыми баллончиками и резиновыми дубинками, если так написано. И главное, извини, что вмешиваюсь, просто не могу не отреагировать, главное, там не написано, что это народная милиция должна ездить на российских танках. Более того, там написано, что, если я не ошибаюсь, пункт десятый, но я сейчас говорю по памяти, в общем, есть пункт о том, что все незаконные вооруженные формирования и иностранные вооруженные формирования должны быть выведены с территории Украины. Никто, поскольку не отрицает даже в Российской Федерации, что Донецк и Луганск это территория Украины, а все вооруженные формирования, которые находятся там, являются незаконными на данный момент, то, камон, выполняйте, выводите. Ну, это же в Минских соглашениях написано, они же не выполняют этот пункт. Вот, поэтому вот эти разговоры о том, что якобы там Украина не хочет, Украина не делает, как постоянно обвиняют россияне, ну, так и они не выполняют. Давайте говорить тогда уж напрямую. Вот, но, тем не менее, если они сейчас выйдут из Минских соглашений и признают эти образования, то, опять же, для всего мира будет очевидно, кто агрессор, а кто инициатор. То есть Россия сорвет Минские соглашения, соответственно, будет новая порция санкций и, соответственно, как бы ухудшение позиции России по всем вопросам, да, их какого-то международного авторитета. То есть, по сути, вся работа, которую они проводили все эти годы, которая была направлена на то, чтобы показать, что это внутренний конфликт, что Россия не вмешивается, что Россия выполняет Минские соглашения, Украина не выполняет, да, вся эта работа будет, по сути, просто провалена и перечеркнута. Но я все-таки думаю, что они не настолько суицидники, чтобы вот таким образом купить. Денис, ну, ты прекрасно знаешь, что оккупационные власти и в Донецке, и в Луганске, они, ну, как мантру повторяют, что мы часть России, мы русский мир, мы больше русские, чем сами русские. Но вот если гипотетически посмотреть на эту ситуацию, признание, официальное, хорошо, включение в состав России под любым видом и выполнение вот этой вот заветной мечты, чтобы российский флаг, который сейчас там, он получил новый статус, ну, по крайней мере, в рамках российского законодательства. Вот как ты считаешь, на людей, которые проживают на этой территории до сих пор, как это повлияет? Будет ли счастье? Станут ли они моложе? Привезут ли колбасу по 2,20? Может быть, водка подешевеет? Ну, смотри, давай, чтобы не рассуждать голословно, просто посмотрим на российские регионы, которые, ну, по своей специфике, являются идентичными вот этим отдельным районам Донецкой и Луганской областей. В России есть такие же районы, это районы Ростовской области, это Восточный Донбасс. То есть Донбасс, он же не только в составе Украины, я напоминаю, да, а есть еще кусочек Донбасса в составе Российской Федерации. В Ростовской области есть такие города, как Шахтинск, Новошахтинск, Шахты, Новошахтинск, Гуково, Донецк, маленький такой крошечный, в отличие от украинского Донецка. В общем, это значительная часть какая-то вот Ростовской области, это территория, которая в прошлом была шахтерской территорией, где была развита угледобыча. Почему в прошлом? Потому что в этих городах Шахты Новошахтинск, от Шахт, собственно, осталось только одно название. Шахт там нету, они были уничтожены, еще лет 20 назад, то есть там в начале 2000-х, по-моему, позакрывали последние шахты. В принципе, можно даже посмотреть репортажи российских СМИ, чтобы не обвиняли нас в чем-то, что мы что-то придумываем о том, как живут сегодня эти регионы, эти города. То есть там уровень жизни вообще не отличается от уровня жизни в депрессивных городах украинского Донбасса, потому что, ну, в общем-то, шахтерские города, где закрыты все шахты, они все несчастливы одинаково. И в России, если у нас в Украине всегда был определенный пафос, да, вот Донбасс, это звучит гордо, для нас уголь Донбасс имел стратегическое значение, поскольку нет достаточно газа и нефти, а у нас всегда старались даже убыточные шахты или шахты, которые работали на грани рентабельности, все-таки поддерживать, чтобы был свой уголь, чтобы можно было его там в случае какой-то холодной зимы добыть и сжечь на электростанциях, то в России не было никогда такой необходимости. Там всегда, в общем-то, есть в избытке газ, нефть, делается ставка на это. Если нужен уголь, то он есть в Кузбассе, в Сибири, то есть там, где он дешевый, да, где его легко добыть. А вот эти устаревшие шахты, выработанные уже на Донбассе, они, в общем-то, никому не нужны. Поэтому эта территория в России считается депрессивной. Почему наши люди из нашего Донбасса, когда рассчитывали на какое-то вступление в Россию, считали, что у них будет уровень жизни, там, как в Москве, или там, в Сочи, или в Петербурге, я не знаю. То есть они насмотрелись каких-то пропагандистов, но, конечно, нужно было сравнивать, да, и считать, и прогнозировать, глядя на вот этот восточный Донбасс. Я последний раз там был, у меня в 2011 году, уже больше 10 лет назад, я ездил в этот восточный Донбасс, и у меня была такая серия репортажей, еще для одного из донецких сайтов, которого уже не существует, в общем, о том, как живет российский Донбасс. И, в общем-то, у меня там жили родственники, я прекрасно знал реалии этой территории, у меня там дедушка когда-то, в Царстве ему небесное, работал на обогатительной фабрике, ее уже нет, ее полностью уничтожили, сравняли с землей. Там масштабы вот этого погрома угольной отрасли были гораздо больше, чем в Украине. Вот в чем, как бы, суть, да, которую не хотели, не желали здесь знать у нас, да. Поэтому даже гипотетическое вхождение этой территории в состав России, а я уверен, что вхождения не будет, будет вариант в лучшем случае Осетии-Абхазии, да, когда они вот эти вот, значит, геополитические выкидыши просто будут там каким-то образом содержать, кормить и так далее, но не будут присоединять к себе. То есть вот будет такая же история, посмотрите на современную Абхазию, сколько там осталось вообще промышленности, сколько там осталось железных дорог, и так далее от того, что было. Я думаю, что в этом отношении, конечно, Донбасс ждет очень печальная судьба, потому что, как бы там ни было, мировое сообщество никогда не признает эти территории в этом виде, да, в котором их там хочет признавать Россия. Инвесторы туда не придут. Соответственно, там будут просто выжимать ресурсы из тех предприятий, которые еще работают, которые еще остались, но они выработают свой ресурс и, в общем-то, будут закрыты, и постепенно эти территории просто потеряют свое население, там произойдет депопуляция, и останутся такие гиблые, вымирающие города без будущего, каких в России очень много. Вот это самое главное. Не только на Донбассе, да. Посмотрите на Центральную Россию, какую-нибудь там Тульскую область или, я не знаю, ну, там Тверскую область. Огромное количество в России вот этих вымирающих небольших городишек, которые даже никогда не были связаны с угледобычей, ну, просто они заброшены, они не нужны. То есть развивается отрасль, которая приносит бабки. Да, нефтянка, там газ и так далее. Вот эти вот города, в которых промышленность была похожа на ту, которая есть на Донбассе, то есть какие-то машиностроительные предприятия, устаревшие давным-давно уже не нужны. Все это не работает, это все заброшено. Но это же не нужно быть, сейчас, слава богу, да, не Советский Союз. Нет железного занавеса, нет информационного голода. Возьмите, откройте интернет, почитайте, посмотрите репортажи российских журналистов, подчеркиваю, да, ни украинских, ни немецких, ни американских, российских журналистов из этой местности, российских блогеров. Что происходит? Да, вымирают катастрофическими темпами вот эта центральная Россия с такими же, такие же точно небольшие города. И, например, мало кто знает, что там в Тульской области есть шахтерские города, да, под Москвой, тоже бывшие, где тоже все закрыто, тоже все вымерло. Как бы, ну это, значит, рассчитывать, что сейчас как бы расцветет красный луч, в котором уже все убили, да, даже если он там войдет в состав России. Но это просто инфантильно, и рассчитывать на это может только человек, который не имеет вообще никаких представлений ни об экономике, ни о, я не знаю, какой-то банальной антропологии, ну, ни о чем, да, ни о внутренней политической ситуации в России. То есть есть люди, которые с таким полурелигиозным сознанием, они вот верят, как какие-то высшие силы, да, что пойдет какая-то манна на них. Но этого не будет. То есть как бы и уже история показала нашу правоту. То, что мы говорили, украинские журналисты, в 2014 году, все же сбылось по отношению там ЛНР, ДНР, Донецк, Луганск. И дальше так будет. Слушай, ну, получается, что, ну, витрина русского мира, которую они создали на оккупированной части в Восточной Украине, Востока Украины, ну, она как-то, ну, чересчур уродливая. И потом они, конечно, будут возмущаться, что Украина бежит в НАТО и так далее, и так далее. Значит, у меня вопрос какой. Вот всегда же лучше всего сравнить о конкретных примерах. И, да, линия фронта, она разделила Донецкую и Луганскую области на свободную часть и, соответственно, оккупированную. Вот как бы ты сравнил условно часть, ту часть, которая под российским флагом, и ту часть под украинским флагом? Что мы получили за эти годы? Ну, смотри, опять же, мы можем даже, вот, чтобы не говорили, что тут сейчас собрались какие-то украинские пропагандисты, что-то врать, ты можешь сейчас взять и просто в этом месте вставить, например, фрагмент интервью Игоря Стрелкова, если не ошибаюсь, Караулову, да, журналисту российского. В общем, это известный кусок, который ходит по сети, и я его в том числе уже размещал и так далее, где он говорит, что получилось КЛАК, что вот и уровень жизни сейчас в ЛНР ДНР, он хуже, чем в России, хуже, чем в Украине. Это слова человека, который, в общем-то, все это начинал. Это не мои слова, не какие-то мои выдумки. Это объективная реальность, которую невозможно не признавать. То есть они даже сами это признают косвенно, не напрямую. Например, они никогда не показывают результаты, данные по ВВП вот этой территории, да. Они их засекретили. Почему? Потому что, да, это ужасная картина. То есть картина тотального развала, просто кромешного ада. Поэтому они не покажут эти цифры. Но у них есть какие-то другие цифры. Например, там уровень зарплаты. Вот сегодня зарплата там средняя. Ну, это их официальные, опять же, да, данные. Ее, может быть, и такое нет. Но их средняя зарплата там, по их официальным данным, это уровень минимальной зарплаты в Украине. То есть это вот, пожалуйста, вот разница, да. На подконтрольной территории Донбасса тоже, пожалуйста, вся информация открыта. Посмотрите, есть данные статистики украинские, да, сколько тут зарплата у нас и сколько зарплата там. Все, больше ничего не надо объяснять. Есть другой прекрасный показатель, который тоже, как бы, все исчерпывающее нам разъясняет. По официальным данным, значит, количество переселенцев, которые оттуда выехали на территорию Украины, это где-то полтора миллиона человек. Ну, из них, надо считать, те, кто зарегистрированы в Донецкой и Луганской областях, это, скорее всего, кто просто зарегистрирован. Они живут там, ездят туда-сюда. Но таких где-то вот тысяч пятьсот. То есть около миллиона, это все равно переселенцы, которые уехали в Киев, в Одессу, в Харьков, там, Львов и так далее. Ну, ты и в том числе. Да, много. Ну, например, я не зарегистрирован. Много есть тех, кто не зарегистрирован, да, которые просто уехали. То есть, ну, я думаю, что около миллиона точно. Так вот, но нет миллиона людей, которые уехали из Украины туда, да, вот сбежали на ту территорию в поисках процветания там и так далее. Не существует потока переселенцев из Украины в царство русского мира. Более того, даже с подконтрольной Украиной части Донецкой Луганской области, люди так не бегут. То есть, да, есть отток населения из-за войны. И, в принципе, он существовал еще до войны. Потому что Донбасс был как бы депрессивен. Там старая советская промышленность отмирала. Но, тем не менее, ну, нету такого, да, как то, что мы видим на той территории. И там признают уже эту демографическую катастрофу. То есть, Донецк по уровню населения, если сейчас смотреть, он где-то находится на уровне Кривого Рога, Запорожье. То есть, это далеко не город-миллионник. Если судить, например, по количеству первоклассников. Да, они количество населения скрывают. Они провели перепись, но засекретили, опять же, ее данные, потому что они ужасны. Но если смотреть по количеству, например, первоклассников, они дают такие данные. Да, вот сколько людей пошло в школу первоклассников. И просто посчитай, сколько. То же самое вот по украинским городам есть данные. Каждый 1 сентября они там как бы дают горсоветы информацию. Вот сейчас количество первоклассников в Донецке, это что-то среднее между Запорожьем и Кривым Рогом. Городами, где там живет 1600-700. Вот, пожалуйста, ответ, сколько людей в Донецке. То есть, почему-то люди сбежали, да, сбежали от этого процветания, в кавычки. То есть, вот как бы тут исчерпывающая информация, которая лучше всяких доводов, эмоций, показывает нам объективную картину, объективную реальность. Мы понимаем, что там, и это, опять же, они не скрывают, ничего не работает так, как работало до 2014 года. И если какие-то предприятия находятся возле линии фронта, и можно объяснить войной то, что они не работают, то есть предприятия, которые находятся в глубоком тылу, и они не работают, которые никто там не обстреливал с 2014 года, но они не работают просто потому, что они не могут работать в этих условиях, в условиях непризнанного вот этого образования, которое не может вести полноценную экономическую деятельность. Они, правда в том, что эти предприятия, они и раньше звезд с неба не хватали, да, когда они жили в полноценном государстве признанном, не было никаких проблем с экспортом, да, с каким-то импортом комплектующих, с налаживанием международных экономических связей. А сейчас, ну, для любой человек с начальным экономическим образованием понимает, что это обреченная история, что-то поддерживается искусственно, датируется там на грани выживания, но это тема, которая все равно рано или поздно умрет, и они постепенно отмирают, то есть ситуация деградирует. Просто ее сейчас Россия сделала что? Она спускает вот эту экономическую ситуацию на парашюте, да, то есть она не дает ей обрушиться в раз, чтобы случилось, где вот эта демографическая там или какая-то социальная катастрофа, чтобы люди там обезумели, да, и вышли на голодный бунт, а ее потихонечку опускают. То есть делают это зачем? Людей выжимают оттуда, то есть им выдали российские паспорта, люди выезжают, и, соответственно, как бы не так ощущается эта безработица, потому что нету тех людей, да, которые бы сейчас ходили и голодали, они уже уехали. То есть сократилось количество рабочих мест, но сократилось и количество рабочей силы. И это каким-то образом эту ситуацию балансирует. И вот если они будут дальше так спускать на парашюте, то там не будет социального взрыва, там просто будет постепенное, ну, как есть такое слово, обезлюживание, да, то есть как бы опустение этой территории. То есть оттуда просто уезжает сейчас вся молодежь, вся как бы перспективная рабочая сила, соответственно, и предприятия ужимаются, дорабатывают свой ресурс, то есть оно постепенно-постепенно вот так вот усыхает, и в итоге останется там треть или четверть от того, что было когда-то. Слушай, вообще это, конечно, похоже на операцию, которую можно наименовать таким словом, словосочетанием «усыпление украинского Донбасса», и этим занимается Российская Федерация. Ну, смотри, значит, про витрину русского мира мы поговорили, она уродлива, и об этом говорят, наверное, как раз то, что ты сказал, средние зарплаты. Кстати, средняя зарплата, не средняя, а минимальная зарплата в Украине, она больше российская. И вот я, смотря твой канал, вот неоднократно обращал внимание, что ты очень часто, в отличие от многих, снимаешь позитивные истории про нашу страну. Где что изменилось, где какие новые технологии, какие предприятия, и если про витрину русского мира мы поговорили, а вот витрина украинского мира, соответственно, за линией фронта на нашей стороне, на свободной Украине, вот как бы ты описал процессы, которые там происходят? Что изменилось за эти годы? Ну, смотри, давай так, опять же, конкретно по пунктам, чтобы не разводить какие-то взагали-позагаля. Во-первых, если говорить, например, про просто даже какие-то частные инициативы, в Украине работает большое количество различных организаций, которые в том числе получают финансирование от Европы и США, и которые помогают грантами различным молодым предпринимателям, переселенцам, да, то есть просто обычным людям, это не политическая история, это просто реально помощь вот конкретным каким-то предпринимателям, да, то есть это не, как там любят говорить, СОРОС финансирует журналистов, оптимистов, нет. Вот недавно, например, снимал историю, есть предприниматель в Луганской области, который производит брикеты из соломы, топливные брикеты, то есть раньше солома там на полях, где-то ее там закапывали в землю или там куда-то использовали как подстилка для скота, сейчас из нее делают брикеты, он их продает и как бы заменяют в уголь, газ и так далее. А вот он получил деньги на это оборудование, просто безвозмездно от какого-то там, по-моему, от USAID, да, от американского фонда. Есть люди, которые, например, шьют одежду, я про них снимал сюжеты, там в Лисичанске есть такие, потом есть в Украинске, это маленький такой городок, очень тоже депрессивный. Вот они тоже получили гранты на оборудование, они создают рабочие места, пишут какой-то вот проект, например, мы создадим 5 рабочих мест, нам для этого нужно 5 швейных машинок, там еще что-то, им все это USAID, например, дает. Вот просто разница, да, вот кричат, проклятый запад, там убивает, там и так далее, притесняют, покажите мне вот такие истории, чтобы, например, Россия раздавала деньги, например, помогала вот каким-то предпринимателям, например, в Донецке и Луганске, да, создавать какие-то производства. Я, насколько знаю, они только уничтожили то, что было. Ничего нового, вот что возникло новое, какое новое производство возникло там после 2014 года? Ничего не возникло. Вот, поэтому, как бы это вот одна сторона. Другая сторона, например, ну, в Украине, как бы там не ругали, это было как бы удивительство, да, там, я знаю, что сторонники Петра Алексеевича, они прям очень ненавидят это все, но, тем не менее, мы имеем факт. Спасибо, Денис, Денис, у нас страна одна, и дороги у нас общие для всех, поэтому то, что строится, это круто. Вот, я о чем и говорю, да, можно расскажешь, там, коррупция есть, кто-то что-то украл на этом великом будивнице, да не вопрос, обычно так и бывает. Вопрос в чем, что появились реально некие новые объекты, которых не существовало, то есть ведется стройка, да, например, там, в Днепропетровской области построили новый автобан, там, с нуля, я про него делал, как бы, такую вот тоже зарисовку, из бетона построят дорогу, которая, там, позволит Днепра и Скиева добираться гораздо быстрее. Ни одна Скобеева никогда, как ты понимаешь, не расскажет об этой истории, то есть у них все замерзает, разваливается, но они не пишут об этом. И вот просто, да, я же, когда вот ехал по этой дороге, я все думал, вспоминал о том, что вот эти же люди, да, которые, там, за Россию, они кричали, что Днепр, там, Днепропетровская область, это же тоже Новороссия, да, то есть как бы вот они хотели это все захватить, и тоже там это, так, тогда вопрос, да, вот, получается, в Украине что-то строится в этих же районах, которые они рассказывали, что они, там, страшно притесняются в Украине, как-то угнетаются. А где вы построили дороги, там, в Донецке, в Луганске, там, в Красном Лучее, я не знаю, где-то еще? Ну, покажите. Я, насколько знаю, судя по тем видео, что я вижу, там те дороги, которые были, они пришли в ужасное состояние, они просто раздолбаны, разбиты, но ни о каких строительствах там речь не идет. А как бы вот в Украине, там, за последние годы, например, в Запорожье, там, это еще было, по-моему, даже при, там, предыдущей власти, открыли аэропорт новый, как бы, да, построили. Ну, тоже разительный контраст, да, в Запорожье, вот, которое мы в Донецке всегда считалось, что это какой-то такой, там, чуть ли не колхоз, да, сейчас новый современный аэропорт открыт, а в Донецке нету, да, в Луганске нету. И даже если бы они были, их бы не уничтожили боевые действия, туда все равно никто бы не летал. Это все бы заросло просто травой, развалилось, потому что не летают самолеты ни в Абхазию, ни, ну, вообще в эти все непризнанные недогосударства. Ну, поэтому, вот, как бы, разница, да, то есть в Украине при всех проблемах, да, которых очень много, при всех минусах, есть какое-то развитие. Оно не такое быстрое, как мы бы этого хотели, да, но, тем не менее, оно идет, да, оно существует. На тех территориях есть только деградация, то есть там не строится вообще ничего нового, ничего не возникает. Там только рушится и приходит в упадок то, что там есть. И когда потом люди рассказывают, что они, оказывается, вот Донецк и Луганск спасли, да, там, типа, вот, а, значит, несчастные там Запорожья, то же самое, с новым аэропортом, да, или тот же там Днепр, или Харьков, они все страшно страдают в Украине, ну, это выглядит как минимум комично. То есть, ну, это любой человек, как-то нормально, он просто покрутит пальцем у виска и скажет, ты что, идиот? Как бы, ну, как, как, от чего, что вы спасли? У вас там банков не существует, да? То есть, как бы там, я не знаю, ну, просто это жизнь в какой-то, какой-то дичи, да, это дикарство. Это уровень жизни на уровне, там, беднейших каких-то стран в глуше Африки. Вот, в чем, что вы спасли, да, чего вы добились? Вот это объективная реальность. И, как бы, любой человек, который, ну, не на работе, да, который не просто у него задача просто повторять, как попугай, какие-то глупые тезисы, абсолютно лживые, а который просто имеет уши, глаза и хочет что-то анализировать, не важно, кто он, там, украинец, россиянин, он это видит и понимает. Ну, это ж можно пощупать руками. Это не какие-то, я сейчас привожу примеры из области, там, абстракции или философии. Нет, это конкретика. Можно приехать в Украину и посмотреть на какие-то новые объекты, которые были построены и созданы за последние 8 лет. Можно поехать посмотреть на новые заводы, которые открылись. Да, несмотря на военные действия, на войну в Украину заходят инвесторы. Да, к сожалению, не на восток, потому что там близко находится линия фронта. Но в западных областях у нас открылось множество предприятий. И как бы что открылось там? Ну, что Россия построила на той территории, которую она контролирует? Ничего, кроме вот этих вот русских Донбассов, безумия, да, которые там генерируют вот эти местные недопропагандисты, нет же ничего, что они могли бы показать. Вот и все. Вот, собственно, факт. Я тебе даже в подтверждение твоих слов просто добавлю, что российская пропаганда, такая великая и могучая, она вообще игнорирует тему, что же там произошло после прихода туда России. Они там продолжают пугать украинскими карателями. Лаврок про правый сектор вспомнил спустя так много лет. У нас уже начали подзабывать о этой политической партии или группе людей. Вот ты начал говорить о том, что о здравом смысле. Как ты считаешь, при всей эффективности российской пропаганды, особенно в 2014 году, которым они ввалили буши и гражданам Украины, в том числе вот этот вот понос, который отчасти привел к тому, к чему бы он привел, вот спустя годы, сейчас у нас 22-е, начало 22-го года. Вот эти вот настроения, каких можно измерить, соответственно, на части Донбасса, которая оккупирована, и части свободного Донбасса, о котором мы уже говорили. Что люди думают? Ну смотри, дело в том, что вот в чем проблема, о которой я постоянно говорю. Не существует никаких объективных данных о том, что люди думают на неподконтрольной части Донбасса. То есть вот поэтому мне всегда смешно вот это читать, когда люди оперируют такими понятиями. Кто-то говорит, да там все за Россию, кто-то говорит, да нет, там все, значит, за Украину, они там томятся, ждут, когда их освободят. То есть постоянно мы видим какие-то вот такие заявления, которые ничем не подтверждены. Вот то же самое, вся российская пропаганда кричала, что весь Донбасс там поднялся, восстал, хотел туда-сюда. Но мы всегда видели на любой картинке, с любого митинга, какие-то тысячи людей, да, но в 7-миллионном регионе это мало. Ну даже там 10 тысяч в 7-миллионном регионе это ни о чем. Как бы это жалкие доли процентов. Поэтому то же самое потом, когда-то со временем, да, уже после того, как там все события там 14-15-го случились, стали появляться такие осторожные, как бы, да, они стали проговариваться или какие-то стали появляться свидетельства о том, что, ой, оказывается, Донбасс не восстал. Оказывается, там был какой-то жалкий процент тех, кто был готов вообще там вставать против Украины. А всем остальным было либо пофигу, либо они вообще там как бы никуда не хотели отделяться. Это ж признания с той стороны звучат постоянно. Буквально только вчера я показывал видео, разместил, где Демушкин, российский националист, рассказывает, что вот он знаком, это друг какой-то там бывший, там Паша Губарева, да, и они, Паша Губарев ему жаловался, что Донбасс не встал, как бы, да, он рассчитывал, что такое начнется, а там собралась какая-то кучка людей, которая, ну, никак не была соразмерна количеству населения, да, в области. Вот, что без вмешательства из России, вот этих всех их там нетов, вагнеровцев, наемников, регулярной армии, да, ничего бы не выстрелило, не взлетело, войны бы не было, ничего бы не произошло. Вот, о чем я говорю. Поэтому, понимаешь, вот когда мы говорим о какой-то ситуации там, о какие там настроения, да никто этого не знает. Вот невозможно ничего замерить. Единственное, что я могу сказать, судя по тому, что я вижу, по публикациям каким-то отдельным, да, в телеграм-каналах, по комментариям в соцсетях, вот в этих группах, которые там ВКонтакте, да, всякие там типичные, Донецки, Макиевки, Горловки, там, ну, вот эти вот такие городские, есть колоссальный уровень недовольства. Причем, ты знаешь, ну, вот опять же, я, это то, что я как-то так вот могу сложить свое мнение, это мое мнение, это не объективные данные. Как мне кажется, там у людей такая вот повальная фрустрация. То есть они, нельзя сказать, что они любят Украину сильно, да, и хотят вернуться. Действительно, там в основном те, кто хотел в Украину, они повыезжали, да, большая их часть. Я не думаю, что они там как-то прониклись в какой-то симпатии, особенно учитывая вот этот вал пропаганды, что здесь фашисты и так далее. С другой стороны, они ненавидят просто свою власть, вот эту вот местную, ну, так называемую, да, вот эту оккупационную администрацию, всех этих Пушилиных, их презирают откровенно. То есть я не видел, кроме каких-то вот аккаунтов, которые на работе, чтобы кто-то реально всерьез там поддерживал Пушилина, да, отзывался о нем с уважением. Ну, они все знают, кто это, да, но это, если это мелко, который даже вот просто, ну, представь себе, уровень, да, этого человека, он живет в захваченном, отжатом доме, там, как бы, донецкого бизнесмена. То есть человек, который, в общем-то, мог, там, да, что-то намутить и купить себе некое жилье, да, чтобы хотя бы не позориться, он захватил вот дом вместе с трусами, там, я не знаю, с детскими игрушками, это Сергей Ханович, как бы, донецкий бизнесмен, владелец клуба Ливерпуль, Чикаго, ну, дончане знают. Да, да, вот Пушилина живет, ну, просто уровень этого человека, то есть представь себе, да, политический лидер, ну, даже вот уровня губернатора, да, который живет просто в чужом захваченном доме и носит чужие носки и трусы. И, понимаешь, как бы, вот это уровень этих людей. То есть все понимают, что они люди без каких-либо убеждений, моральных принципов, это просто вот свора, которая грабит несчастную территорию, как бы, наживаясь на ситуации. Люди обижены именно Россию, потому что, ну, фактически, они понимают, все, что происходит, это вина России. Я видел хороший комментарий, там, один, который мне запомнился, да, человек писал, что Россия спасла Крым тем, что вошла туда, да, и спасла Харьков тем, что туда не вошла. А Донбасс, она, как бы, вот просто разменяла, вот использовала как фарш людей просто, вот как это мясо. Понимаешь, ну, это правда. Это комментарий с точки зрения россиянина. Опять же, видишь, он радуется, что вот Россия в Крым вошла, и он говорит, что надо было вот в Донбасс ходить. Но вот Россия не вошла. То есть, понимаешь, они, вот из-за этого они обижены. Даже сторонники России, они злятся очень сильно, что Россия их использовала как вот такой инструмент, просто как сырье, как некий расходный материал. И вот они находятся в том положении, когда они на всех злы, они всех ненавидят и ничего не могут сделать со своим положением. То есть, это на самом деле страшная ситуация. Если так вот вжиться на секунду в шкуру, да, человека, эта ситуация действительно страшная. И вот я думаю, что это где-то вот такие настроения там. Слушай, а вот как ты оцениваешь? Ну, понятно, что линия фронта зафиксировалась в результате ожесточенных боев. И Минские соглашения, и вообще все, что касается ситуации на земле, это результат боевых действий, результат войны. И тогда, в 14-м, ну, может, в 15-м годах, вот эти пророссийские настроения, они же, ну, они не имели границ. Да и сейчас, по большому счету, они не ограничиваются линией фронта. И достаточно, да и возьмем не только Донбасс, но любой украинский город. Вот у меня вопрос такой. Ну, то есть, есть доля людей, которые почему-то думают, что Путин им, там, не знаю, пенсию увеличит. Вот в таких городах, как Мариуполь, Краматорск, Волноваха, вот те, которые, ну, скажем так, на своем примере убедились в Славянск, почувствовали русский мир, там, Лисичанск, вот эти вот пророссийские настроения на востоке нашей страны, они каким-то образом изменились? Думаю, да. Изменились, скажем так, вот того, как бы, восторженного безумия, той эйфории, которую мы видели у многих сторонников России в 2014 году, его уже нет и не будет. Ну, в принципе, опять же, они это сами признают. То есть, то, что произошло, это была хорошая прививка, вообще, от русского мира. То есть, есть, и она всегда останется, я думаю, да, какая-то узкая прослойка вот таких маргиналов, фанатиков, которые, действительно, вот для них, там, русский мир превыше всего, и они готовы, например, да, действительно, там, терпеть войну, готовы к массовым убийствам, к разрушению городов, чтобы просто вот Россия расширилась, там, и так далее, вот, значит, чтобы торжествовала Российская империя, русский мир. Но процент этих упоротых людей, он, как бы, и в России не очень большой, да, а в Украине он вообще минимален. То есть, это какие-то вот такие, да, их видно, потому что это, ну, такие фанатики психопата, они зачастую, там, какие-то телеграм-каналы ведут, где-то отсвечивают комментарии с левых аккаунтов. Но, понятное дело, что нормальный человек, ну, обычно, да, если возьмем среднестатистического обывателя, он, как бы, от таких вариантов очень сильно шугается. И если, как бы, многие обыватели, там, в 2014 году не имели этого примера перед глазами, да, и они были, они поэтому велись легко на тезисе российской пропаганды, потому что она предлагала, ну, скажем так, некий образ, некое то, чего еще не было, да, и там был только один вариант проверить, сработает или не сработает, это, как бы, попробовать, да, то сейчас люди уже видят перед глазами этот пример. И, ну, скажем так, один и тот же репортаж, который там выходил в 2014 году и сегодня, он вызывает совершенно разные эмоции и комментарии. То есть сегодня вот эти все восторженные крики из серии, там, «Русский мир придет», там, «Мариуполь ждет Россию», если в 2014 году это воспринималось действительно, как многими, как правда, и действительно многие ждали, то сегодня это воспринимается уже как насмешка, как бы, то есть люди просто смеются, издеваются над этими, как бы, да, то есть как некое издевательство. Ну, ну, типа, а чего ждут Россию? Чтобы она, например, закрыла металлургические комбинаты, или платила, там, 10 тысяч рублей зарплаты вместо 10 тысяч гривен, как бы, да, ну, в чем, зачем им ждать? Чтобы она банки все закрыла? Ну, то есть, как бы, это вопросы, да, абсолютно резонные, на которые ни у кого нет ответа, ни одного российского пропагандиста, да. Вот, поэтому, конечно, поубавилось количество таких людей, вот, не от того, что вырос невероятный какой-то патриотизм к Украине, они не полюбили Бандеру, да, вот жители Харькова, Одессы, это тоже надо признать, но они видят тот кошмар, ужас, их тонь, которая творится в Донецке и Луганске, они не хотят просто банально этого, они не хотят, например, там, 8 лет жить при комендантском часе, да, вот, просто банальнейшая к этой истории, вот, зачем нужен комендантский час, например, там, сегодня, в Горглобе? Ну, это абсолютная фигня, да, ни о чем, то есть он никак не помогает, там, бороться с Украиной, с фашистами, с диверсантами, потому что диверсанты все, кого хотели, убили уже, как бы, да, там, поэтому, ну, это просто какая-то мера, вот, посадить всех под ночной домашний арест, мера контроля, да, вот такой тоталитарной власти, и, опять же, это все понимают, ну, кто, проведя опрос среди молодежи, да, если не спрашивать их, там, выходите в Россию, например, вы сходите в комендантский час, проведя опрос в Харькове, ну, сколько человек ответит, да, мне просто интересно, это будут сотые доли процента или тысячные, да, вот, поэтому вот и ответ на этот вопрос, да, то есть, ну, насмотревшись на то, что происходит, люди, я думаю, что не испытывают никаких иллюзий, и подавляющее большинство нормальных людей, конечно, выступает за мирную жизнь, нормальную, пускай и не очень богатую, да, но, тем не менее, какую-то адекватную, хотя бы без этих безумных банд, которые носятся по улицам, там, и отжимают тачки или, там, квартиры, или бизнес и так далее. Ну, смотри, ну, я тоже, кстати, всегда исхожу из того, что здравый смысл должен победить, и вот эта формулировка насчет прививки от русского мира, ты не первый ее, вот, в рамках моего проекта «Диалоги за Донбасса» используешь вот это сравнение, потому что, понятно, не считай комендантский час и аэропорты, кстати, ну, тут важно зафиксировать, что аэропорты в Донецке и Луганске уничтожила российская группировка, мы их защищали, они наступали, а то, знаешь, у нас тут иногда бывает народ такой, ходит там по Дебальцево, я вот видел некоторые материалы, рассказывают, какая плохая украинская армия, что же она сделала с городом Дебальцево? Мне хочется задаться сразу вопросом, ребятки, ну, вы там, смотрите, Украина защищала Дебальцево, вы наступали, вопрос, кто разрушил город Дебальцево? Теперь вот мне тебе, хочу с тобой поразмышлять на тему, которая, понятно, нам очень близка, потому что мы работаем с информацией, оцениваем, имеем свое мнение, кого-то поддерживаем, ну, в свободной стране это все возможно, и это норма, что для Донецка, в принципе, за это посадят на подвал. Как нам, в свободной Украине, вести диалог с оккупированной частью Донбасса? Нужно ли его вести? Или это невозможно? Там, нужно ставить передатчики, я не знаю, нужно покупать байрактаров, сотни штук. Что делать с оккупированными территориями? Ну, кстати, я думаю, что это и Крыма касается, потому что подходы, если мы говорим об информации, они же этичны. Ну, смотри, ты знаешь, давай немножко разделять понятия. То есть, нужно ли вообще, в принципе, вести диалог или, скажем так, я бы сказал иначе, доносить позицию, да, украинскую, доносить правду о том, что происходит здесь? Обязательно нужно. И не только до жителей оккупированного Донбасса, там, или Крыма. Вообще, я считаю, что нужно вещать на другие страны, потому что, хотя мы понимаем, что есть режим, да, того же Лукашенко, который, понятное дело, он неточный, зависимый, он всегда будет против нас. Но есть белорусы, и Россия ставит на режим, но любой режим заканчивается. Он просто банально, как бы, смертен вместе со своим, как бы, диктатором. А белорусы, белорусский народ, он был, есть и будет. И поэтому нужно обращаться, например, к белорусам, чтобы они понимали, что происходит здесь, делали выводы, да. Нужно обращаться к адекватным россиянам, там, к казахам. То есть, не только к каким-то нашим гражданам, которые оккупированы в территории. Позицию важно доносить. Просто хотя бы потому, что Россия про нас говорит много лжи, а нам нужно, соответственно, говорить о том, что есть на самом деле. Вот. Но, опять же, не нужно питать иллюзии. Мы понимаем, что диалог с Донбассом, или монолог с Донбассом, или что угодно, да, любая коммуникация, она ни на что не повлияет, потому что нет такого субъекта на данный момент, как, я не знаю, жители Ордло. То есть, да, есть люди, но они находятся в положении заложников. Да, может быть, некоторым из них это нравится, они даже поддерживают это. Никто не отменял Стокгольмский синдром. Ну, вот, но, тем не менее, важно понимать, что люди там, что бы они ни захотели, как бы, да, у них нет вариантов. То есть, мы можем сколько угодно их, там, убеждать в том, что они украинцы, что, как бы, Украина их ждет. Но это может привести только к тому, что индивидуально кто-то переедет. Выйти на улицы, провести какой-то референдум, да, настоящий, там, я не знаю, там, митинг, как выбрать на выборах политика, который будет хотеть в Украину, люди не могут. Их лишили всех прав. То есть, люди, которые находятся там, они лишены всех базовых прав, включая свободу собрания, свободу слова, свободу выбора. То есть, ничего этого нет. Поэтому любой диалог в этой ситуации, он, как бы, он нужен, опять же, для донесения оппозиции, но не надо ждать от него каких-то результатов, что это придет, приведет к реинтеграции, что это как-то вот изменит ситуацию и так далее. Нишения по Донбассу принимаются в Москве. Сегодня это понимает уже, наверное, любой вообще абсолютно адекватный, нормальный человек, потому что, ну, мы же видим, что Россия уже особо, по-моему, и не скрывает ничего, поэтому вот такая история. Я думаю, что мы должны максимально, опять же, вот всем разъяснять западному сообществу, сообществу там людей на постсоветском пространстве, нашим соседям, да, последовательно разъяснять нашу позицию, нашу политику. Но не нужно делать иллюзии, что, например, это каким-то образом там расы поможет нам вернуть Крым. Вот сейчас здесь этого не будет. Слушай, очень мне понравилась твоя вот эта сентенция в части того, что не надо ограничиваться исключительно оккупированными территориями, потому что, ну, действительно, российская пропаганда, она же не имеет границ. И в этом плане, ну, как, мне кажется, мы как профессионалы в этой сфере, я вот, я для себя, например, возьму это на вооружение. Я знаю, что я хотел у тебя спросить. Вот в части этой ситуации, вот эти вот мантры про минские соглашения, безальтернативные, всякие эти штуки, там есть такой интересный момент, что наши российские агрессивные соседи, они требуют выборов. Выбор. Оккупированный части Донбасса, особый статус прописанный в Конституции. Владимир Владимирович вот совсем недавно набрал на последней пресс-конференции, когда сказал, что в минских соглашениях написано, что Конституция должна быть согласована с вот этими республиками. Даже не хочу их произносить, стараюсь это делать реже. Вопрос. Что ты вообще думаешь в части возможности проведения избирательной кампании? И как ты думаешь вообще вот постановка вопроса в таком ключе для Украины, независимо от фамилии президента, что это будет значить? Ты имеешь в виду выборы на неподконтрольной территории? Ну, выборы в рамках минских соглашений. Ну вот нам же они говорят, что вы выполняете минские соглашения. Я уже устал слушать вот эти вот машины заявления. Украина не выполняет минские соглашения. И они очень часто говорят о выборах. Ну и когда Россия говорит о выборах, это, конечно, немножечко смешно и жутко одновременно. Но, тем не менее, вот еще год назад в Украине там разные у нас были дискуссии по этому поводу. Но каким-то образом как-то пытались власти и, наверное, право нормального человека, который хочет в мир, найти какую-то конфигурацию. Так вот, есть ли в современных реалиях эта конфигурация выборы, мирный процесс и так далее? Дело в том, что, понимаешь, как, опять же, мы уже говорили с тобой не раз, минские соглашения прописаны настолько абстрактно, что там ни черта не понятно, а как все это вообще проводить. Понимаешь, там указано, да, что вот должны пройти выборы и все. А как они должны, ну, выборы, Давай посмотрим на выборы, ну, если мы говорим о выборах реально, да, не про имитацию выборов, а про реальные выборы. Что такое выборы, да? То есть, объявляется некая кампания. После этого избиратели должны получить право, как бы, высказать свою волю, да, то есть, соответственно, они должны, там, попасть на, как минимум, да, на территорию вот этого Ордло, прийти на участки, иметь возможность проголосовать. А политики, кандидаты должны получить возможность принять участие в выборах. То есть, соответственно, принять участие в выборах, это не просто ты зарегистрировался и, там, внес свою фамилию в бюллетень. Есть избирательная кампания, когда ты проводишь митинги, встречи с избирателями, выступаешь на телеканалах, у тебя есть обязательное время, например, бесплатное, которое тебе должны дать по закону, а есть еще возможность дать рекламу, да, то есть, свою рекламу, повесить свои борды рекламные, выпустить свои газеты, поставить свои палатки и так далее. Как это происходит? В принципе, даже в России с ее, со всеми этими проблемами, имитациями, примерно выборы происходят так. То есть, там тоже люди, по крайней мере, некоторые, да, некая, там, какая-то псевдооппозиция получает возможность где-то выступить. Даже там тот же Навальный, да, пока его не посадили, он как-то собирал людей, митинги, агитировал, там, какие-то кубы, палатки. Ну, то есть, что-то было, да. Теперь давай посмотрим на Ордло и зададим вопрос. Вот как сейчас мы можем там провести выборы? Ты представляешь себе это? То есть, что должно произойти? На данный момент за любое упоминание, например, того, что Донбасс – это Украина, и он должен там повернуться в Украину и так далее, людей там просто банально сажают на подвал. То есть, даже не за то, что ты там бандеровец-националист, просто за то, что ты там говоришь, ну, подождите, Донецк, Луганск – это же Украина, ну вот. То есть, просто за желание выполнить Минские соглашения тебя могут посадить на подвал. Каким образом в этой ситуации, да, когда тут работает изоляция, где сидят там люди, которых пытают, украинцы просто за позицию политическую, да, каким образом в этой ситуации мы можем проводить избирательную кампанию? То есть, выборы предполагают, что украинские политики, в том числе там из правых партий, да, из там партии Порошенко, которого там, да, просто ненавидят на той территории, из там того же правого сектора, да, приезжают в Донецк и Луганск, агитируют на каналах, ну, допустим, которые там… То есть, включаются, во-первых, украинские каналы, потому что все должны иметь равные возможности, да, доступ. Что это такое за выборы, когда запрещена часть СМИ, да. Поэтому должны быть даже доступ на местные каналы, то есть, вот эти каналы, там, Республика, да, Новороссия, то есть, туда может прийти условный, там, значит, там какой-нибудь Порошенко, да, или там Алексей Гончаренко, или, я не знаю, Ярош, или Я, или, ну, кто угодно, да, и может там вещать, да, если мы, там, вот, хотим, участвуем в выборах, он приходит и говорит, так и так, вот, Луганск – это Украина, мы выступаем за то-то и за то-то, ты можешь себе это представить? Ну, если, например, мы представляем, что это гипотетически стало возможным, так тогда это означает, что просто исчезает сама суть ЛГНР, потому что их суть существования, суть оккупации, она как раз в том, что это вот ограничение на все, что связано с Украиной. Если они просто-напросто включают каналы, разрешают украинские политические партии, то есть, никому не препятствуют, да, все могут вернуться, проголосовать, попасть к себе домой, то тогда это уже, соответственно, не Ордло, это просто уже территория Украины, где происходит обычный украинский политический процесс. То есть, это нонсенс, мы все понимаем, что этого не будет, да, как бы, пока там находятся эти российские оккупационные войска, пока Россия оттуда не уходит, пока там эти все пушилины там и так далее находятся, это невозможно, ну, не будет там такого, поэтому, как бы, в первую очередь, этого не допустит Россия. Поэтому говорить о том, что кто-то там, Украина не выполняет минские соглашения, не хочет выборов, так чего, хотим? Вот, пожалуйста, смотри, я тебе обрисовал рецепт, да, давайте проведем выборы, вот, нормально, обычные выборы по украинскому законодательству, в чем проблема? Но нам же никто не даст проводить эти выборы, так тогда о каком выполнении минских соглашений может идти речь со стороны россиян? Ни о каком, они не выполняют и не собираются их выполнять. То же самое касается, Константин, то, что ты говорил, да, они несут, околесятся вот это, что в Конституции, там, ДНР, ЛНР, о чем вы говорите? Откройте минские соглашения, там слов таких нет, ДНР, ЛНР, там есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей, есть параллельно, существуют некие организации, которые называются ДНР, ЛНР, но они не существуют нигде на бумаге, вот в чем дело. То есть это организация, понимаешь, которая, по сути, вот с точки зрения тех же минских соглашений, если мы возьмем, мы будем следовать их букве, то мы увидим, что есть отдельные районы, есть некие люди, которые называются ЛНР, ДНР, которые провозглашают себя, что это они, вот эти отдельные районы, но их нет по документам, то есть это какие-то самозванцы. Там написано представители отдельных районов, вопросов нет. А кто эти представители? Там не написано ни механизм, как они выбираются, кто их определяет, что это за люди. Да, первые минские соглашения были подписаны там при участии, там, значит, Захарченко и Плотницкого, граждан, да, они там были просто, не было глава ДНР, да, граждане, их не существует уже. Ну, как бы Захарченко погиб, а Плотницкий по разным версиям, да, есть версия, что погиб, его убили, посадили в подвал, есть версия, что он стал женщиной, вообще, понимаешь, то есть, как бы, то есть, ну, его не существует. Да, не покажите нам Плотницкого. Ну, давайте выполнять минские соглашения. Начнем с того, что где гражданин, который их подписывал. Почему вы его от нас скрываете, прячете, да, то есть, как бы, и вот здесь уже начинается опять какой-то абсурд и бред, как бы, ну, невыполнимость. Поэтому, естественно, никаких ДНР, ЛНР-конституций там нет. То есть, сам батюшка Путин ничего подобного не подписывал. Поэтому это все какие-то влажные фантазии, как говорят в интернетах, да, но абсолютно ничего, что имеет отношение к тем реальным минским соглашениям. Опять же, повторю, в который раз, то, что там написано, это написано тезисно. Нигде не раскрыто. Эти тезисы нигде не описаны, не раскрыты. Их можно толковать как угодно, что и происходит сейчас. И невыполнение минских соглашений не происходит не потому, что Украина отказалась их выполнять, а потому что Россия трактует просто тупо это все по-своему и говорит, а мы хотим вот так. Но их хотелки нигде не прописаны. Нету ни одного пункта, в котором бы написано было, что надо делать так, как хочет именно российская сторона. Вот и все. Денис, у меня для тебя еще один вопрос. И звучит он так. Вот ты представитель отдельных районов Донецкой области, от Украины, в трехсторонней контактной группе. И, по сути, наверное, в части диалога с людьми, которых назначила украинский город Российская Федерация, у тебя колоссальный опыт по этому поводу. Вопрос звучит так. Какое-нибудь главное впечатление от вот этих вот видеоконференций, скайп-конференций в трехсторонней контактной группе. Что это? Это новый опыт, потерянное время, материал для книги новой или... Понимаешь, что ты правильно сказал, точнее, ты сказал такую интересную фразу опыт общения. Вот слово общение не очень подходит сюда, потому что это не совсем общение. Вот ты знаешь, раньше мне было сложнее пояснять, сейчас уже не сложно, потому что все видят вообще во всем мире, весь мир видит, как себя ведет, например, Россия на переговорах. То есть, вот то, что происходит там, это такая уменьшенная, более хамская, наглая копия как бы российской дипломатии. То есть, вот, например, сегодня, когда выходит российский целый заместитель министра иностранных дел и говорит НАТО, собирайте манатки, убирайтесь, ну, как бы ты понимаешь, что это не... Ну, все нормальные люди понимают, что это неадекватно. как бы переговоры так не ведутся, никто себе такого не позволяет, и как бы, ну, все просто смотрят на Россию, крутят пальцем у виска, естественно, ответ НАТО, там, да, и Запада, что, ну, ребят, вы там сначала примите лекарство, а потом мы вообще будем с вами разговаривать, ваш тон неприемлем, естественно, как бы для нас, ну, как бы, мы не можем разговаривать в таком тоне вообще. Вот примерно то же самое происходит на ТКГ. То есть, вот знаешь, когда там нас назначили, я там ходил на разные эфиры, там, особенно представители пророссийских партий, приходили и кричали, почему нету прогресса, что вы там делаете, почему вот вы в ТКГ, вы не закончили конфликт, вот я всегда объяснял, что там происходит вот это, и, понимаешь, ну, одно, я говорил тогда, Россия еще так себя не вела, вот сейчас очень понятно, что там происходит, просто посмотрите, что делают и говорят российские дипломаты на уровень их неадекватности, на уровень их, ну, просто безумия, да, и вы поймете, что происходит на ТКГ, то есть там просто какие-то вопли, крики, истерики, какие-то попытки оскорбить, поддеть, вот, причем, ну, то есть это выглядит так, знаешь, что какой-нибудь там представитель этого там Ордо, Орло с их стороны, да, с российской, там какой-нибудь ДНГ, там вещает, сыпет какими-то оскорблениями, причем очень такими примитивными, и мы просто сидим вот так вот переглядываемся, ну, потому что на это нечего возразить, мы просто сидим там, усмехаемся, и все, он выступил, и никаких комментариев даже в ходу нет, просто там Украина в очередной раз, мы не реагируем на это, мы просто поясняем свою позицию Украины в очередной раз, да, потому что, ну, как бы, невозможно вести диалог, просто когда с тобой общаются в духе какого-то базарного хамства, ну, вот и все, поэтому я как-то туда попал и прекрасно понял, что у России нет желания вообще договариваться, выполнять эти Минские соглашения, а им и нужна вот эта ситуация, да, когда они, создавая условия для невозможности выполнения Минских соглашений, потом начинают орать, вот, вы их не выполняете, значит, будет вам еще хуже, да, от нас, начинают шантажировать, то есть, как бы, тем, что они, там, покажут Кузькину мать, вот это суть их стратегии, да, то есть, они создали конфликт, который не может быть решен, и, соответственно, постоянно, еще постоянно винят в этом, конечно же, всех, то есть, смотрите, по заявлению Захаровой, Америка плохая, виновата, значит, Германия, Франция виноваты, потому что поддерживают, там, Киев, не хотят заставить выполнять Минские соглашения, это тоже, и Лавров говорил, да, Украина плохая, Грузия плохая, все плохие, Балтика плохая, хорошая, только, понимаешь, в белом пальто стоит Лавров в обнимку с Марией Захаровой, вот они, понимаешь, все, вот они, два Д'Артаньяна, или там, один Д'Артаньян, человек Д'Артаньян и Констанция, понимаешь, Милетий, Милетий, да, а все остальные, значит, негодяи, редиски и так далее, ну, понимаешь, опять, это выглядит просто неадекватно и комично, то есть, вот когда, ну, в человеческом коллективе, в обычном, да, вот на уровне просто какой-то редакции или какой-то организации, вот один человек начинает говорить, вы все говно, а я молодец, я умный, вы все дураки, вы негодяи, вы все неправильно делаете, но это вызывает, все над ним начинают смеяться, то есть, отношение к нему брезгливо, отстраненно, насмешливое к такому человеку, а здесь на уровне международного сообщества точно так же, то есть, какое может быть отношение к России, какой авторитет, никакой, это государство может только силой, шантажом, угрозами пытаться как-то возле себя удержать каких-то, какие-то другие страны, да, поэтому, как бы, ну, ни один нормальный человек вообще никогда не будет это поддерживать, ни в такую форму, да, никто никогда не согласится с тем, что это поведение достойное сверхдержавы, на роль, которая претендует Российской Федерации, то есть, это просто смехотворно, то, что происходит, это позорище, невиданное вообще масштабо в российской истории. Денис, я благодарю тебя за этот час, который мы провели вместе, значит, лозунг моего канала называем вещи своими именами и сегодня называли вещи своими именами, я Роман Самбалюк и Денис Казанский, у Дениса есть прекрасный блог, на него будет ссылочка, подписываемся и что, разбиваем украинский YouTube вместе, потому что, по крайней мере, на нашей стороне здравый смысл. Спасибо тебе. Всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok